Тверские налоговики не пустили отдыхать 1650 человек. И всё из-за долгов. В общей сложности они не оплатили налоги на сумму 198 миллионов рублей. Однако в этом году заплатить за имущество, машины и землю станет легче. Об особенностях начисления в 2019-м расскажет Мария Шалованова. В России появилась новая категория льготников по имущественным налогам. Кроме пенсионеров, социальные выплаты теперь могут получать и люди предпенсионного возраста. Женщина с 55 и мужчина с 60 лет. То есть в любой момент налогоплательщик, не дожидаясь налогового уведомления, может сформировать единый платёжный документ, который пойдёт в зачёт всех трёх налогов. Но сотрудники службы отмечают, что действие льгот будет действительно только тогда, когда гражданин напишет заявление на их получение. Это не единственное изменение с Нового года. По словам Татьяны Стрельцовой, все они направлены на облегчение налогового бремени для россиян. Многое сделано более понятно и проще, чем было раньше. В частности, речь идёт о создании единого налогового платежа. То есть они так же, как и пенсионеры по налогу на имущество, имеют право на освобождение от налогообложения одного объекта каждого вида, то есть одна квартира, там один дом. Также они имеют право на вычет по земельному налогу, как и пенсионеры, в размере шести соток. В большей степени такое новшество будет удобно для тех, кто по каким-либо причинам не успел заплатить налоги вовремя. Ещё одной радостной новостью для добросовестных налогоплательщиков станет норма, по которой они не будут платить перерасчёт. Например, вымышленный владелец дачного участка полностью оплатил земельный налог, согласно цифрам в уведомлении. И если вдруг в кадастровой стоимости обнаружится ошибка, которая увеличит уже уплаченную сумму, то гражданин имеет право не платить разницу между суммами.